Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, очередная неделя повышенного внимания на доллар, потому что впереди у нас заседание американского регулятора, очень важное заседание, потому что это первое выступление председателя ФРС Джерома Паула после того, как американские власти окончательно, солидарно согласовали меры экономического стимулирования в Штаты. Как вы знаете, с четверга, можно сказать, законопроект стал полноценным законом. Первые выплаты американцам рассылки чеков на 1400 долларов начались уже в прошедшие выходные и дальше, разумеется, денег в экономику будет вливаться все больше и больше. Общий пакет экономических стимулов составляет 1,9 триллиона долларов. 400 миллиардов это те средства, которые будут направлены на борьбу с ковидом. 1 триллион получит население. Вот как раз вот эта статья распределения средств поддержки от государства нам интересна больше всего, потому что это деньги, которые дойдут до американских домохозяйств и, соответственно, деньги, которые потенциально могут очень быстро оказаться на фондовом рынке. В течение всей прошлой недели я давал вам несколько вбросов со своей стороны, как повторение ряда оценок и прогнозов от инвестбанков того, сколько денег от вот этих 1400 долларов. Ну и, в принципе, по математике элементарно мы можем прикинуть, сколько денег в целом от пакета помощи населению в 1 триллион может оказаться на фонде. И оценки сейчас, конечно же, разнятся, как и всегда. Но если взять какую-то среднюю медиану, то она составляет примерно 300 миллиардов долларов. Вот как раз столько денег уйдут снова в акции S&P, NASDAQ и Dow Jones. В течение довольно продолжительного периода времени мы с вами следили за индексом S&P 500. И, несмотря на ту коррекцию, которую мы периодически давал, видели все-таки очень хорошие горизонты для дальнейшего роста, прекрасно осознавая, что фондовый рынок США очень сильно перекуплен. Но, наверное, правильный расчет сводился к тому, что американский фондовый рынок не может уйти на коррекцию при такой фискальной поддержке, которая, ну, коррекция, которая может перерасти в нисходящую тенденцию, при такой поддержке, которую оказывают власти в моменте. И если мы уж сейчас работаем с этим пакетом экономических стимулов на 1,9 триллиона долларов, я думаю, что в ближайшие пару-тройку месяцев, может быть, даже период поболее, американскому фондовому рынку системно ничего не угрожает. И те цели, которые ранее мы ставили по S&P, это добраться до сопротивления в 4 тысячи пунктов, как вы понимаете, сопоставляя с текущими котировками S&P, это цель, которая точно будет выполнена. S&P сейчас котируется на отметке 3943 пункта. И фактически сегодня даже на азиатской сессии мы видели, что индекс вновь оказался прямо на границе своего исторического хая. Эта неделя – это дисконтирование в курс именно позитива, связанного с колоссальнейшей денежной инъекцией, которую сейчас сделали американские власти. И важное дополнение, друзья, если сопоставлять, опять же, тот фонд экономических стимулов, который согласован был на прошлой неделе, и еще раз вникнуть в масштабы цифры о поддержке населения на 1 триллион долларов, стоит сделать вывод, что даже в 2020 году объем экономических стимулов поддержки населения были меньше. Поэтому есть, конечно же, оптимисты, которые считают, что американский фондовый рынок при такой инъекции может показать еще более серьезный рост, чем мы видели в 2020 году. Я, с одной стороны, как инвестор, друзья, только буду рад этому, но, с другой стороны, во мне говорит реалист, который все-таки дает личный совет не рассчитывать на взрывной рост, потому что текущие уровни, они являются уже неслыханными для американской фонды, но какую-то восходящую тенденцию, динамику мы точно еще увидим. И заработать на росте фондового рынка еще можно, друзья. Цель по S&P 4000 пунктов, как быстро мы ее сделаем, и как поведет себя индекс на этой отметке, уже от этого будем плясать, как говорят, дальше. И, возможно, увидим даже горизонт для роста к более высоким значениям. Индекс доллара 91.73. Хочу провести аналогию и параллель с тем, что мы увидели в качестве решения от Европейского Центрального Банка с теми потенциальными изменениями денежно-кредитной политики, которые могут произойти в курсе Федрезерва. На этой неделе, друзья, заседание ФРС. В среду мы увидим процентную ставку, которая, ну, конечно же, не изменится, но нас будет интересовать пресс-конференция риторика выступления главы американского регулятора. На прошлой неделе, почему я делаю параллель все-таки с ЕЦБ, Европейский Центральный Банк также не стал пересматривать основные параметры денежно-кредитной политики, но, друзья, увеличил лимиты по покупке облигаций в рамках экстренного механизма помощи предприятиям и, соответственно, населению. Это в условиях пандемии. Раньше лимиты были в районе 60 долларов, 60 миллиардов евро в месяц. Сейчас эти лимиты увеличены до 100 миллиардов. Это не значит, что ЕЦБ, конечно же, со следующего месяца будет покупать облигации в рамках этой программы на 100 миллиардов. Это лимит. Может быть, значение 70, 80 и ниже. Но самое главное, ЕЦБ фактически сообщил о том, что не собирается мириться с ростом доходности облигаций, готов противодействовать этому процессу за счет агрессивных жестких шагов. Если вы помните, несколько недель назад мы также ждали нечто подобного от ФРС. Я говорил, что если американский регулятор хочет сейчас вмешаться в ситуацию на долговом рынке, достаточно сделать заявление о готовности покупать больше облигаций, потому что это приведет к повышению спроса и, соответственно, к снижению доходности. Я очень рассчитываю и надеюсь на то, что сейчас ФРС все-таки посмотрит на своих европейских коллег и поймет, что, возможно, сказать и представить определенную риторику – это более лучший ход стратегический, тактический, чем позволять рынку через естественные механизмы выровнять процессы по общей ситуации изменения доходности на долговом рынке, потому что ФРС пытался сделать органическим снижение доходности ранее. Как вы помните, заявление о том, что политика будет стимулирующей ставки на нулевые отметки, инфляция – это не угроза, инфляция вряд ли достигнет тех значений, из-за которых реально можно было бы оправдать страх еще большего роста индекса потребительских цен, которое впоследствии бы привело к ужесточению монетарной политики. Но все это не сработало. Если мы сейчас посмотрим на 10-летний трежерис, они находятся на отметке 1,61%. Даже сотая процента – это максимальное значение больше, чем за год. И ФРСу, конечно же, нужно действовать более решительно. Поэтому я жду повторения от американского регулятора того, что мы услышали ранее от Европейского Центрального Банка. И если мой расчет, окажется, будет оправдан, то уже под конец этой недели индекс американского доллара снова перейдет к развитию нисходящей динамики, потому что будут снижаться доходности американских облигаций. Ранее у нас выступление Байдена. Сегодня интересно будет послушать, что он видит для перспектив американской экономики с учетом уже задействованных экономических стимулов. Конечно же, Байден может позволить себе сделать заявление о том, что на этом пакете американские власти могут не остановиться. И если ситуация потребует, то будут дополнительные денежные вливания и инъекции. Посмотрим на реакцию американского доллара. Золото 1725. Здесь на фоне все более очевидных рисков усиления инфляции золото, конечно же, начинает пользоваться вяло, признаю, но все-таки поддержкой. И эти трэмпы, они прослеживаются. Индекс потребительских цен после того, как был принят пакет экономических стимулов, легко может вырасти до 2,5-3%, причем уже в следующем месяце. И если все-таки вернуться к логическому трактованию того, что происходит с золотом, как с инструментом хеджа от инфляционных рисков, то, конечно же, у золота сейчас очень хорошая база для восстановления. Тем более, опять же, друзья, если попробовать спрогнозировать поведение золота на ближайшую краткосрочную перспективу, то, как я уже отметил в сегодняшнем комментарии Байдена, готовности к дополнительной поддержке, в том числе и населению, могут быть восприняты в качестве источника дополнительного инфляционного давления, которое, разумеется, будет положительное для котировок золота. Нефть 69-68. Здесь перспективы остаются растущие. На азиатской сессии вышел блок статистики по Китаю. Считается, что азиатские рынки сейчас и могут сгенерировать основной спрос на углеводороды. О спросе на углеводороды, на нефть со стороны азиатского региона мы можем насудить по качеству статистики. Промышленное производство 35,1% прироста, прогноз 30%. Промышленные продажи также значительно выросли. Азиатский сектор восстанавливается. И, конечно же, спрос будет также расти. С учетом эффективных компаний по вакцинации, с учетом того, что ОПЕК пока что не собирается увеличивать производство нефти, не сделает это, скорее всего, до 7 апреля. Я думаю, что до 7 апреля, как ранее отмечал, можем увидеть котировки по Brent выше, гораздо выше 70 долларов за баррель. Евро против доллара 1.19.39. Риторика Европейского Центрального Банка на прошлой неделе. Я вкратце сейчас уже об этом говорил. Поддержка предприятий, корпоративного сектора, стимулирующие меры, которые будут оставаться в силе, готовность бороться с дальнейшим ростом доходности. Все это позитивные факторы для главного валютного риска. Поэтому цели, которые мы раньше ставили, отметка 1.20, мы чуть-чуть не достигли, друзья. Но понимаю, что чуть-чуть не считается. Все-таки 1.20 я как бы перетранслирую на эту неделю, считаю, что сможем снова попадаться за этот уровень. Фунт против доллара 1.39.21. Снова повторяю, что лучше сейчас не распыляться на несколько рисковых инструментов. Это одной секции валютного рынка. И работать сейчас с евро, если вам интересно. Но если, опять же, вы спекулируете, торгуете британской валютой, то здесь тоже мое ожидание. Восстановление выше отметки 1.40. 35% населения Англии уже получило вакцину. И Англия, с учетом, опять же, того, что сейчас проводится в плане именно кампаний по вакцинации и снятия карантинных ограничений, действительно может выйти на очень хорошие темпы экономического роста уже к концу второго, к третьему кварталу этого года. В этот четверг, суперчетверг, ставка, протоколы, прогнозы. Вот посмотрим, что думает Банк Англии касательно экономического роста и восстановления. Будет позитивная риторика, может быть, все-таки решусь, друзья, и дам рекомендацию о покупке фунта, но это уже ближе к концу недели. Сегодня в 17.00 по московскому времени еще вебинар «Правильный понедельник». Также есть возможность подключиться к прямому эфиру в качестве такого онлайн-вещания через Clubhouse, кому интересно. Я думаю, что тем из вас, кто интересуется средне-долгосрочными перспективами информации, точно будет полезно. Поэтому, друзья, найдите время, подключайтесь, буду рад вас всех видеть. Ну и, конечно же, хорошей вам торговой недели. Всем пока!